приветствую товарищи был такой раз у меня вопрос как точить скругленную рк сейчас у меня есть такой рубанок здесь один у него очень широко глубоко открыт рот и как бы лезвие сейчас здесь прямой то есть я хочу сделать из него шерох и белый соответственно покажу как я буду это делать лезвие такому как бы не общем то совсем плачевном состоянии на такое имеется ржавчина небольшие здесь вот следы от молотка я не буду касаться темы реставрации просто покажу как скруглить рк и заточить то все дело сейчас я собираюсь наточили снять сначала радиус вот таким образом просто приложив камень в смысле лезвие к камню перпендикулярно вот и потом уже под определенным углом снимать как бы металл да можно естественно использовать ну там алмазную пластину или что-то то есть если кто боится перегреть лезвие я в общем то их проблем не испытываю поэтому я буду делать наточили я почти не касаюсь центра то снимаю только по бокам делаю на глаз ну как бы потому что в принципе примерно я вижу какое-то я хочу радиус сделал то есть слегка такой да не не очень сильный моим воду по необходимости и теперь буду снимать уже по пластили смотрел угол вот я поймал угол да поскольку как я уже сказал тут будет наш архибель угол я буду делать градусов 35 то есть он здесь уже в принципе такой ну довольно серьезный так я его и оставлю то есть если бы он был здесь у меня например градусов 25 я бы его конечно увеличил потому что вероятно скола на шерохебели очень высокая учитываем как будто что лезвие японские они закалены до хорошо и мордости. Субтитры делал DimaTorzok без всяких приспособ, потому что чувствуешь пальцами, когда лезвие нагревается, то есть, когда стоит его уже окунать. Это очень важно, чтобы не сжечь. Ну вот, я почти готов. Почти сейчас еще пару раз я пройду и пойду на камни. Вот, сейчас я не уверен, ровная ли у меня здесь линия, где стружка лом будет у меня примыкать в дальнейшем. Поэтому сейчас я возьму алмазный камень. Вот у меня есть такой тысячный камень. И приложу обратной стороной. Как я всегда говорю в своих видео про заточку, когда вы прикладываете лезвие японского рубанка вот так на камень, вы должны его прикладывать не всей плоскостью плашмя. Прошу прощения за такую немножко здесь неорганизованность. Вот, то есть, вы должны его прикладывать и приподнимать буквально на один градус, на полградуса, чтобы касание было. Вот сейчас, я думаю, видно, что след остается на камне от лезвия, только вот перед самой режущей кромкой, да, недавно вот опять мы с товарищем тоже разговаривали, он, японский плотник, да, он тоже сказал, что что стамески, что вот лезвие рубанков, они точатся вот именно таким образом. То есть, приподнимается лезвие буквально на полградуса, на градус. Некоторые наклеивают вот здесь вот как бы скотч или изоленту, да, чтобы она создает вот этот как раз небольшой подъем. Я делаю это вот как бы по ощущению. Привет! 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 Вот, вот сейчас я доточил до того состояния, что у меня уже почти есть касание возле режущей кромки, поэтому сделаю еще пару движений и буду точить в сторону с паской. Что там отреку режу, спасибо. Видно, да, что дальше 5 миллиметров у меня не заходят риски, да, от камня. Многие думают, что если режущая кромка скруглена, то и, соответственно, камень должен быть для этого закругленный. да, то есть, в общем-то, можно делать и так, но я лично точу на прямом камне, то есть просто делая движения вот такие вот, да, делаю сначала нажимаю большим пальцем, потом нажимаю вот этим пальцем, да, ну или можно любым другим, то есть сначала нажимаю на один конец, потом на другой. делаю, то есть вот такое движение, да, как качели. Вот, и покуда я на точили снимал, да, то есть у меня сейчас образовалось здесь такое, как бы сказать, вот, ну, здесь плоскость сейчас не прямая, да, а она имеет вот от колеса, от точильного камня, да, вогнутая такая она, то есть поэтому сейчас вот, я думаю, будет видно, да, что я буквально несколько движений сделал и у меня уже контакт по всей режущей кромке и вот здесь, да, происходит. То есть сейчас мне больше уже, в принципе, здесь заусенец у меня уже по всей, вот я чувствую его здесь, по всей ширине, то есть все, я уже перехожу на следующий камень на более тонкий, вот здесь у меня синтетический камень, тысячный номер, опять же, я буквально на нем делаю пару движений, чтобы быть уверенным, что здесь вот просто на обратной стороне, возможно, есть какие-то следы от глубокой ржавчины, которые я хочу по возможности убрать, чтобы они не создавали потом мне помех никаких, вот, сторона с фаской, опять же, пара движений, все, опять чувствую заусенец по всей ширине, а, я прошу прощения, это камень не тысячный, я оговорился, это трехтысячный камень, трехтысячный камень, здесь не подписано, но, как бы поверьте мне, на свой трехтысячный камень, вот, и все, дальше я уже могу идти спокойно на финишный камень, буду я использовать натуральный японский камень, к сожалению, не могу сказать, что за камень, в общем-то, это не суть важно, сейчас может быть любой камень, хоть натуральный, хоть синтетический, хоть какой-либо другой, вот, опять же, для шерхебеля, да, то есть, для рубанка, предназначенного для такой грубой работы, да, супер какая-то острота не нужна, то есть, поэтому можно было бы, в принципе, на трехтысячном камне остановиться, но все же, почему я делаю всегда финиш на натуральных камнях, потому что из-за своих особенностей японские лезвия, они очень склонны к скалыванию, когда, если финиш не, как-то сказать, на грубом камне сделан, да, потому что остаются риски глубокие, которые выходят на режущую кромку микропилой, и, соответственно, это вызывает напряжение в тех местах, где вот, ну, как бы, то есть, представьте, да, что если режущая кромка идеально ровная, или если она вот такими, как бы сказать, зубчиками, да, которые вот оставляют, не крути грубые камни, вот, а из-за того, что закаленное японские лезвия 60 и выше, то есть, они скалываются, они сминаются, как европейские лезвия, да, вот, именно поэтому японские лезвия лучше финишировать, даже если это для грубой работы, лучше финишировать на натуральных камнях, потому что натуральный камень, он хоть и работает не так быстро, но он дает очень гладкую режущую кромку, практически без рисок, и это, соответственно, продлевает жизнь режущей кромки, да, ну вот, вот так выглядит у меня обратная сторона, вот так выглядит у меня сторона с фаской, контакт, я думаю, видно, да, что вдоль всей режущей кромки больше здесь, в принципе, не надо, все, лезвие острое, покажу в следующий раз, когда я отремонтирую еще колодку в работе рубанок, вот, сегодня на этом все, спасибо за внимание, кому интересно, что я, может быть, не сказал, спрашивайте, всего-всего хорошего, удачи! Спасибо! Спасибо! Спасибо!